Последняя визита на строительство где-то месяц назад. Действительно, существенные двигатели были сделаны. Мы полностью закончили монолитные работы. Уже в здании терминала началось монтаж металлических конструкций. Уже более третье сделано. Уже практически кровля видна. С видного же пространства самого терминала и технологии, которые сегодня мы губернатору показали. В целом мы идем в график и в декабре должны закончить полностью строительные монтажные работы. И дальше мы привезли к водовым эксплуатациям. Никаких проблем и помех нет. Проблемы есть, как в любом проекте. Но я уверен, что мы взаимодействуем очень хорошие. Спасибо большое за активную поддержку и внимание к нашему проекту. Я думаю, что с такой поддержкой мы решим все проблемы. Что касается страны инвесторов, все понятно. Теперь, что касается оригинальной составляющей. Я хотел про все составляющие рассказать. Синхронизировать такой огромный проект. Это не так просто. В чистом поле. Я всегда это подтверждаю. И государственное частное партнерство. Спасибо еще раз инвестору, что они свои обязательства исполняют в графике. И мы еще раз сегодня убедились в этом. Но остается региональная часть. Это главная часть, я считаю, сегодня. Водоподведение и водоподведение со всей инфраструктурной составляющей, с очисткой. Здесь у нас есть немножко запаздывание в плане конкурсных процедур. И мы сейчас думаем, как это быстрее по закону все сделать для того, чтобы в сентябре месяце вода должна быть здесь. В сентябре. Потому что октябрь месяц – начало отопительного сезона. Кроме всех уже потребностей, которые обозначены по проекту. Есть федеральная часть, то есть это главная, взлетно-посадочная полоса, которая требует тоже сегодня внимания. Только 10% в чистовом бетоне это все сделано, в марочном бетоне. Наша задача сейчас все промониторить состояние, то, что было сделано черновое, опору взлетной полосы. И, конечно, с учетом вот этого уже мониторинга, дальше продолжать работу вести в чистовом виде. Ряд еще инфраструктурных проектов, касаемых именно, будем говорить, в федеральной части, тоже требует внимания сегодня. Потому что часть надо уже где-то принять решение проектное, которое в более современном требовании отвечает. Учитывая последние пуски аэропортов, компания «Ренова», которая является собственниками, они сегодня на планерке очень это грамотно подсказали, на что надо обратить внимание. То есть еще вопрос остается предостаточно по всем практически направлениям. Но самое главное, их надо успеть сделать вот до конца года. И пересогласовать где необходимо, и конкурсы пройти где необходимо, но сделать до конца года. Поэтому большой, огромный объем работы стоит. Ну и доставка пассажира сюда. Инфраструктурный, подвижной такой состав должен быть. Переведем переговоры с железной дороги. Сергей Анатольевич сегодня присутствовал для того, чтобы найти здесь именно универсальную, но приемлемую для жителей услугу. Найти автобусные сообщения. Она тоже должна быть универсальным. И не только город Саратов, но и агломерация, город Балахов, город Балахов, большие центры. Нам надо вот эту систему вновь теперь будет отстроить. Это тоже непростая работа. Сегодня министерству поручено вести переговоры с нашими перевозчиками тоже. От них тоже услышать возможности, как это сделать лучше. Для того, чтобы все-таки расстояние будет 30-40 километров практически от областного центра. И нам надо будет привыкнуть. Это тоже непростое, как говорится, будет дело. Но самое главное, мы должны понимать, качество услуги должно быть намного выше. Это первое. Второе. Сегодня вот уже надо вести разговор с компаниями, коллеги проводят. И сегодня наши коллеги уже в Москве вели переговоры, чтобы компании дополнительно заходили на территорию. Потому что если 30-40 по проекту расчетно, пока вот ведем расчеты, такие взлетов должно быть, я имею в виду, с территории аэропорта. Это принципиально важно. Здесь надо понимать, что динамика будет совершенно другой. Поэтому здесь стоять уже в стране нельзя. Надо сегодня уже вести переговоры для того, чтобы насыщенность была по всем тем запросам, которые отвечают нашим выпускам. Валерий Васильевич, а вот какие-нибудь авиакомпании уже согласились приехать? Ну, мы пока предварительно ведем переговоры. Сказать, что вот завтра кто-то придет, мы такого еще нет. Во-первых, и переговоры ведем наша компания, которая работает на территории Саратовской области и в этой части. Потому что мы понимаем, там задействованы прежде всего наши жители, больше своей теми работающие. Это принципиально важная позиция. Ну и вести с теми, кто сегодня готов зайти совершенно новым, прежде всего, подвижным составом. Вот это вот главное. Какой объем, примерно, пассажиропотока может принять новый аэропорт? Ну, расчет, изначальный расчет, миллион пассажиров в год. Миллион пассажиров. Это солидно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok